Дорогие братья и сестры Библейской Баптистской Церкви Дорогие мои братья и сестры, я также вместе с моими братьями-служителями хочу вас сердечно поздравить с таким прекрасным праздником Рождества Христова. Дорогая Церковь, братья и сестры, поздравляю вас с Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. Это очень большая радость для всех нас. Хотел бы напомнить вам смысл этого праздника. Когда Иисуса Христа принесли в храм и Симеон его встретил, взял его на руки, то он сказал следующие слова, что «видели очи мои, спасение твое, которое ты, обращаясь к Богу, уготовал пред лицом всех народов». Мне хочется обратить внимание на тот факт, что Симеон подчеркивает, что архитектором спасения человечества был сам Бог, что Бог стоял, что Он спроектировал этот проект. И поэтому вся слава в Рождестве, она снова возвращается к небу, к Богу. Бог явил нам огромную милость в лице Его единонародного Сына, который пришел, взял грехи наши на себя, даровал нам возможности, доступ к благодати, к престолу благодати. И сегодня мы можем радоваться, живя праведностью нашего Господа Иисуса Христа. Наш Господь Бог, Отец наш, так возлюбил народ, всех людей и нас с вами, что отдал Сына Своего, чтобы Он пришел в этот мир и стал спасителем для нас. И я хотел бы пожелать всем нам, чтобы мы помнили о цели прихода нашего Господа Иисуса Христа и о смысле этого праздничного события. Это большой пример и показывает нам о том, что любовь Бога Отца, она очень жертвенна. Пожелание для нас пусть будет то, чтобы мы больше любили друг друга. Апостол Петр написал в своем первом послании, чтобы мы постоянно любили друг друга от чистого сердца. Пусть наша любовь выражается в следующих трех видах. Первое – это то, чтобы мы почтительно относились друг к другу, чтобы мы могли уважать друг друга, смотреть с радостью в лица друг к другу. Наполнит Господь радостью нас в этом вопросе. Второе – это то, чтобы мы относились с терпением, потому что мы, как люди, очень часто ошибаемся, иногда обижаем, оскорбляем друг друга. Поэтому дай Господь нам мудрости, чтобы мы с терпением могли покрывать недостатки наших братьев и сестер. Третье – это то, что любовь, она всегда жертвенна. Давайте жертвовать своим и с собой для других. Это будет привлекать людей к Господу и приближать нас к Богу. Сегодня жертвенники Господу – это мое сердце и ваши сердца, дорогие братья и сестры. Поэтому мое пожелание, чтобы этот огонь в течение следующего года, 2024, горел в наших сердцах и не угасал. Горел весело, ярко, чтобы никакие воды или искушения этого мира не заслонили, не потушили этот огонь. Я бы хотел, чтобы мы изучали Священное Писание больше, глубже, чтобы мы понимали, что от нас хочет Христос и исполняли это в нашей жизни. Пусть в эти праздничные дни наши сердца наполняют теплом, радостью, миром. Пусть наша жизнь будет благословением для окружающих. Пусть Бог прославится через нас. И хочу напоследок сказать о том, что наша поместная церковь – это то место, где мы учимся любить друг друга. Поэтому, если вы любите Господа и хотите служить Ему, присоединяйтесь к нашей церкви. Будем рады видеть вас в нашей церкви всегда. Да благословит вас Господь в эти особые праздничные дни. И еще так написано. Это относится ко всем нам проповедникам и не только, конечно же. Первое послание Тимофея, 4 глава, с 15 стиха Павел говорит. «Об этом заботься, о всем пребывай, в всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, из себя спасешь и слушающих тебя». Благословит нас всех Господь. Благодарю вас за ваши заботы, за ваши молитвы. И еще раз мои пожелания, чтобы вы были также здоровы и служили Господу с веселым сердцем. Благодарю. Мое пожелание вам в новом году, 1 Иоанна 2, 15. «Не любите мира ни того, что в мире, но служите Господу Богу вашему, чтобы нам вместе достичь той небесной славы и увидеть того Царя, которого сегодня мы прославляем на этой земле. Да благословит вас всех Господь. Аминь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова